Добрый день, уважаемые жители нашей республики. На днях, благодаря совместным усилиям, при темной работе Департамента ветеринарии и Управления Росфердоназора по республике Саха-Якутия, была проведена слаженная работа по выявлению и изъятию подконтрольных госфердоназоров груза, это инфицированная продукция, синая, место сырье, которое поступило по маршруту Саратовской области, город Якутс. При проведении федерального мониторинга было выявлено, что данная продукция партии общим весом 2 тонны 900 килограммов была инфицирована африканской чумой свиней. И по прибытии данного груза в поселок Нижний Бестях Департамент ветеринарии оперативно проведено информирование Управления Росфердоназора и специалисты Управления Росфердоназора незамедлительно провели отбор проб в количестве 4 проб и данный отбор проб направили в Иркутскую межобластную лабораторию. Данный груз был запечатан и был направлен на ответ хранения у владельца продукции. Данный владелец является индивидуальным принимателем города Якутс. И вчера при получении протокола испытания от Иркутской межобластной лаборатории вчера было проведено заседание противореческой комиссии под председательством Никипорова Михаила Викторовича. И по итогам заседания было решено открыть ограничительные мероприятия в инфицированном объекте. По адресу город Якутс, улица Белийский трак, 6-й километр. В данное время данная изъятая продукция находится в контейнере. И сейчас будут проводиться утилизации данной арестованной продукции в количестве 2 тонны 900 килограмм. Также у нас будут проводиться мероприятия ветеринарно-санитарные правила, согласно правил ветеринарных, которые утверждены приказом Министерства РФ под номером 37 от 28 января 2021 года. Хотел бы довести до жителей нашей республики, что возбудитель африканской чумии свиней является болезнью намаженных свиней и кабанов. И данный видовой барьер не представляет угрозы распространения по другим видам животных. Поэтому сейчас хотелось бы отметить, что данный возбудитель вируса погибает при температуре 60 градусов в течение 10 минут. Поэтому хотел бы обратиться к нашим жителям республики, что не стоит беспокоиться насчет распространения африканской чумии свиней. И хотелось бы передать, что не надо верить информации, которая смещается в социальных сетях. И верить только достоверным данным пресс-релизинга департамента ветеринарии и управления Российской надзора. Спасибо за внимание. Всем хорошего здоровья и позитивного настроения.